Ну что, робот, ты готов? Кэтбой гонится за мной и уже должен быть тут. Я жду сигнала и сразу выстреливаю. Молодец, хороший ты у меня всё-таки робот. А у меня заряд кончается. На передвижном устройстве на дисплее появилась улитка. Мне нужно срочно подзарядиться. Ну всё, я тогда поехал. Жди моего сигнала. Понял тебя, мой командир, понял тебя. Всё будет выполнено. Я что-то не понимаю. Куда пропал Ромео? Он же только что был тут. Всё равно я тебя выслежу. Маленький умняшка. Выходи, подлый трус. Где же ты? Главное успеть до лаборатории. Батарейка уже почти села. Я еле двигаюсь. О, отлично. Дотянул. Набираю свой код. Вот так вот. И дверка открывается. Ох, как будет сейчас весело. Устрою настоящие танцы. Они меня надолго запомнят. Ха-ха-ха-ха. Выдвигаем второй этаж. Пункт наблюдения. Отличный пункт наблюдения. Мне тут очень всё нравится. Всё-таки классная у меня лаборатория. Ну что, где наш Кэтбой? Робот, ты у меня на мониторе. Я тебя вижу. Жди моего сигнала. И я уже вижу Кэтбоя. А пока я пойду всё приготовлю для встречи Кэтбоя. Для этого мне нужен мой компьютер. Стоит мне только поместить вот сюда мою ладонь. И план начнёт разрабатываться. Ну всё, Кэтбой. У меня всё готово для нашей встречи. А с этого монитора я всегда наблюдаю за штабом героев Маска. Всё видно, кто где и куда собрался. А это стенд с моими разработками и инструментами. А вот и моё оружие. Что бы мне сегодня с собой взять? Да мне кажется, ничего не понадобится. Я их возьму сегодня голыми руками. С такой передвижной лабораторией мне нет равных. Вот я вижу Кэтбоя. Робот, робот, можно стрелять. Смотри, только не промахнись. Точнее робота никого нет, никого нет. Я стреляю. Ну что, Кэтбойчик, приветик тебе. Что произошло? Что со мной случилось? Ах, это ты? Робот Ромео? Ну а сейчас я тебе устрою. Первый готов. Ну а что, не больно приземлился? Как тебе там, Кэтбой? Выпусти меня отсюда. Выпусти. Когда захочу, тогда и выпущу. Ну а теперь ловим следующих. Сейчас посмотрим, кого ловить следующего. Моя ладонь. Опа. Ага, следующий значит. Оле, поехали ловить эту девчонку. Вижу, Олет, Олет, она к нам приближается. Готовлюсь к выстрелу. Сейчас произведу и точно попаду. Ага, вижу ее. Сверху. На своем вертолетике летит. Смотри, не промахнись. Робот. Роботы отличаются умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Конечно, попаду точно. Кэтбой, 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 ты где? Кэтбой, да где же ты? Робот, выстрел. Цель поражена, цель поражена. Вот как я ловлю. Вместе с машинами всех засуну к себе в лабораторию. И остался теперь только поймать одного. Гекко. Робот, будь осторожен, потому что Гекко может быть невидимым. И мне кажется, что он где-то рядом. Будь очень внимательным. Ха, насмешили. Решили меня остановить. Какой-то робот, да он меня даже не увидит. Это железная штуковина. Что-то уж очень большая лаборатория у Ромео. Надо проверить. Вижу Гекко. Он включил функцию невидимости. И думал, мы его не заметим. Но я робот, все замечаю. Готовлюсь к выстрелу. Огонь. Но меня ты просто так не возьмешь. Еще выстрел. Гекко хочет бежать. На. Ха, ну что? Это мои щиты все останавливают. Давай еще попробуй. У Гекко противоударное устройство. Выстреливаю еще раз. Ну что? Давай, давай, давай. Вот так. Вот так вот. Не берут меня свои снаряды. Против меня все бесполезно. Все в сборе. Всех я поймал. Вон они все сидят. За стальной дверью. И сейчас я делаю один маленький эксперимент. Готовы? Через секунду начнется самое интересное. Отпусти нас, Ромео. Отпусти. Можно начинать эксперимент. Все готово. Отлично. Тогда включаем рубильник. И процесс начинается. А теперь увеличим мощность нашего компьютера. Вот так. Отлично. Открываем дверь и смотрим, что у нас получилось. И я вообще плохо вижу, даже в очках. А у меня как-то все медленно получается. Я такой медлительный. И говорю еле-еле. Я очень боюсь водичку. И не хочу выходить на улицу. И травку я боюсь. Я хочу всегда сидеть дома. Теперь это не герои в масках, а обыкновенные школьники. Без каких-либо способностей. Вот какой мой эксперимент. И он прошел удачно. Теперь никто не будет мне мешать пакостничать. Ребята, помогите нам. Вся надежда на вас. Напишите в комментариях, как нам вернуть свои способности обратно. Прямо сейчас напишите, друзья. Что нам делать? Как нам быть? Как нам все вернуть? Пока Ромео не наделал разных пакостей. Я не хочу гулять. Я хочу домой. И спать. Спать, и спать. Обязательно помогите. Эти способности нам очень нужны. Неужели вам не жалко героев в масках? Да никто вам ничего не напишет. Потому что вас уже забыли. А меня Ромео будут помнить всегда. Перед моей лабораторией ничего не устоит. Мне теперь никто не страшен. Привет, друзья. Вы снова с Потапу. И вы только что в видео видели вот такую вот лабораторию. Герои в масках. Игровой набор. Лаборатория. Ромео. Этот маленький ученый всегда пакостничает нашим героям. Но на этот раз он превзошел самого себя. Он придумал такую машину. Ну что я вам рассказываю? Это вы все сами видели. В комплект входят 9 игрушек и 3 батарейки. Два основных героя. Это Ромео и его робот. Давайте посмотрим, что на обратной стороне коробочки. Очень огромная упаковка. Здесь показаны различные варианты игры с таким игровым набором. Ну а теперь приступим к нашей любимой распаковочке. И рассмотрим все фигурочки поближе. Все содержимое перед нами. Передвижной пункт управления. Придумал эту чудо лабораторию Ромео. Он очень умный. А также ему помогал его робот. Его тоже придумал Ромео. Также в этом игровом наборе различные орудия. Их тоже изобрел вот этот маленький ученый. Одна из последних его разработок. Это вот такая вот бластер пушка. А это пункт управления, которая стоит в лаборатории. Вот сюда вот прикасается Ромео своей ручкой. И на этот раз остановилась на Олет. Значит с этой девочкой что-то произойдет. И когда Ромео нажимает на эту кнопочку, на экране появляется следующая жертва. Посмотрите, у него даже лицо грязненькое. Это потому, что он даже умываться не успевает. Он всегда что-то изобретает. Лаборатория на колесах. В окошечке с остальной дверью мы видим героев в масках. Их наверное Ромео уже поймал. Но войти к ним не так-то просто. Потому что тут кодовый замок. Впереди у лаборатории гусеницы. Это чтобы наша тачка была вездеходом. А сзади большие колеса. Чтобы никакие камни не могли остановить наш броневик. А вот по этим датчикам Ромео проверяет запас оставшейся энергии. А тут у нас пульт управления движения лаборатории. Это своего рода кабина водителя. Вот так вот сверху смотрится пункт управления движения этим вездеходом. Здесь различные датчики. А также экранчик, где показаны герои в масках. Потому что Ромео всегда в поисках героев. Чтобы им напакостничать. А также мы здесь видим джойстик. Это наверное в свободное время. Ромео забавляется различными играми. На крыше мы наблюдаем спутниковую антенну. Ну а это супер разработка маленького ученого. Электрическая хваталка. И работает эта техника безукоризненно. Тут все четко продумано. Вот так отпускается. Потом клешни раскрываются. И отпускаемся пониже. И захлопываем нашего героя. Он в ловушке. И теперь спокойненько поднимаем наверх. Разворачиваемся. Крыша открывается. Наш герой вот сюда. Отпускаем клешню. Наш противник в ловушке. Это второй этаж лаборатории. Пункт наблюдения. Тут у нас находится экранчик камер слежения. Переговорное устройство. Рычаг подачи энергии. Включили. Выключили. А это колесо для увеличения мощности работы лаборатории. Давайте заглянем вовнутрь. Открываем дверку. Вперед. С этой стороны у нас оружейное. А также инструментное хранилище. И кроме того. Здесь у нас карты с пунктами обитания героев в масках. А также мы тут видим дисплей. Смотрите. На котором можно наблюдать за штабом героев в масках круглосуточно. В следующем отсеке стоит компьютер Ромео. И вот отсюда он производит различные действия. С этой стороны размещается передвижной пункт управления. А там кабина у нашего Ромео. Вон он нам машет ручкой. Идем дальше. И тут мы видим. Хранилище для пушки. Все находится внутри, когда лаборатория перемещается. Вот так вот Ромео осматривается. И начинает свое движение. Поехали. И начинаются приключения в ночном городе. Надеюсь вам понравился игровой набор, друзья. А если да, то ставьте лайки. И пишите в комментариях, какой игровой набор вам бы хотелось увидеть в моей передаче. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока. До новых встреч в Потапе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова